Абрикос россиянин. Яркие солнечные плоды абрикоса всегда привлекали садоводов, так хочется вырастить в своем саду это дерево, символ лета и тепла. И, хотя абрикос – теплолюбивое растение, благодаря работе отечественных селекционеров были выведены особенные сорта для выращивания. Не только в южных, но и в центральных регионах России. Наиболее известные представители выносливых разновидностей абрикоса – россиянин, снегирек, триумф, северный, медовый. Абрикос-сорт россиянин заслуживает особого внимания, благодаря своим положительным качествам. Выведен данный сорт абрикоса был на Северном Кавказе, в местном НИИ виноградарства и садоводства. Несмотря на свою популярность и хорошие отзывы, в список госреестра селекционных достижений еще не внесен. Основная особенность и предназначение – приспособленность к сложным климатическим условиям и хорошая продуктивность. Абрикос-россиянин Написание сорта абрикоса – россиянин. Внешний вид абрикоса попадает под стандартные параметры растения, но имеет несколько отличительных качеств. Высота дерева компактная. Не слишком большая, достигая 4 метра. Хорошо развита корневая система, корни разрастаются на несколько метров, плоды достаточно крупные – 50-70 грамм. Округлые, чуть приплюснутые, румянащеки и кожица ярко-желтая, слегка шершавая, не очень плотная, мякоть нежно-желтая, сочная, сладкая, ароматная. Абрикос-россиянин заслужил признание и любовь садоводов наличием необходимых технических характеристик к среднеранней сорт. Цветение происходит в мае. Сбор урожая начинается в середине июля и может длиться на протяжении месяца – самоплодный абрикос. Опыление может быть автономным и перекрестным, в роли опылителей могут выступать ветер, насекомые, неприхотлив лиматическим условиям. Выдерживает мороз до минус 25-30 градусов, хорошо справляется с засухой, устойчив к заболеваниям и вредителям, плодоносит на 4-5 год. После посадки высокоурожайное растение плодоношение может достигать 80 кг со одного деревца, размножение осуществляется с помощью посадки косточки, готового саженца, прививки в ветке абрикоса к другому дереву предназначен для употребления в свежем виде. При обработке структура фрукта разрушается, вкусовые качества теряются. Агротехника выращивания Приняв решение сажать абрикос, следует позаботиться о нескольких факторах. Период посадки Правильный выбор места посадки Способ посадки Посадка абрикоса Период высадки Важно Абрикосовое дерево в ревычных для него южных регионах высаживают весной и осенью. Что касается центральных регионов страны, то учитывая достаточно суровой зимы, лучше не рисковать и высаживать деревца весной. При высадке осенью ослабленный саженец может не успеть набраться сил и хорошо укорениться. Существует большая возможность его гибели. При посадке абрикоса весной тоже нужно учитывать некоторые нюансы. Следует правильно выбрать период высадки. Погода необходима достаточно теплая и стабильная, возможность заморозков минимальна. Саженец должен пребывать в состоянии полусна, почки набухли, но не распустились. Обычно сроки, подходящие для посадки абрикоса, становят приблизительно на две недели в конце апреля. Выбор участка для посадки даже такой приспособленный к средним широтам сорта абрикоса, как россиянин, нуждается в солнечном свете и тепле. При выборе места для посадки дерева следует учитывать эти факторы. Для хорошего роста и гармоничного развития абрикоса требуется солнечное, тихое место, без сквозняков, защищенное от ветра. Что касается почвы, то абрикос предпочитает легкие плодородные суглинистые и суписанные грунты, не склонные к замоканию. При наличии только тяжелой глинистой почвой спасением могут стать дренаж и регулярное удобрение. Еще один нюанс, который влияет на развитие абрикоса – кислотность растения комфортно чувствовать себя в нейтральных или слабокислотных грунтах. Понизить кислотность почвы возможно способом осенью или ранней весной внести на участок, выделенный под посадку, немного известняка и вскопать. Обратите внимание, на одно дерево абрикоса следует выделить участок не менее 4 квадратных метров. При высадке нескольких абрикосовых деревьев важно выдерживать интервал в 4-5 метров. Несмотря на не слишком большие размеры кроны и ствола, корневая система хорошо развита и разветвленная. Стоит избегать переплетения корней. Кроме того, при такой частоте посадки солнечный свет имеет возможность лучше проникать к фруктам и сбор урожая становится комфортнее. Правила посадки саженца Посадка абрикосового дерева Процесс высадки саженцев происходит в несколько этапов выбор саженца. Можно приобрести растения с открытыми корнями или в специальных контейнерах, более желательный вариант. Когда корни закрыты, помещены в грунт, они имеют достаточную подпитку и легче приживаются. Оптимальный вариант – однолетние растения с тремя основными корнями. При желании можно вырастить саженец самостоятельно с косточки абрикоса. Такой метод имеет свои преимущества. Растения, приспособленных нужным условиям, легче переносит процесс адаптации подготовкой ямки для посадки. Выкопать лунку следует за несколько недель до предположительной посадки, размером 70 звездочка 70 сантиметров. При выкапывании верхний слой плодородной земли отсыпается отдельно от нижнего слоя. На дно выстилается дренаж в виде керамзита или щебня подготовка почвы. Отобранную почву верхнего слоя аккуратно перемешивают с большим количеством перегноек древесной золы песка. При желании можно добавить торф. Важно, если органические удобрения отсутствуют, их возможно заменить комплексными. Лучшим вариантом для этой цели выступает нитрофоска подготовка саженца. Приблизительно на сутки корни саженца можно поместить в воду с добавлением глины и навоза. Посадка В центр ямки вбивается крепкий кол, он будет служить опорой и одновременно направлять растение расти прямо. Устанавливается саженец, углублять в лунку его при этом не стоит. Корни аккуратно расправляются, постепенно засыпаются подготовленной почвой. По завершении процесса вокруг деревца должен быть сформирован холмик, это обезопасит растение от подмокания и подопревания. На получившемся возвышении вокруг абрикоса прокапывается небольшой канал и в него аккуратно вливается вода, обрезка. Для того, чтобы посаженное деревце меньше болело и свои силы тратя на укрепление корневой системы, следует провести обрезку веток. В случае, если саженец – однолетка, ростки укорачивают на треть длины. У двухлетки выбираются две основные ветки и обрезаются наполовину. Остальные ростки подрезают, формируя чашеподобную крону. Срезы обрабатывают садовым вором. Как опыляется абрикос следует отметить, что абрикос – медоносное растение. И хотя оно и сам опыляется, если есть возможность его перекрестно опылять, то урожайность только вырастет. Посадка дерева возле пасеки может помочь опылить растение пчелами, да и насекомым от этого будет только польза. Пчелы на цветах абрикоса Обратите внимание. Не стоит сажать рядом несколько разных сортов абрикосов, существует риск перепыления. В результате можно получить плоды с совершенно неожиданного качества. Уход Характер ухода за абрикосовым деревом мало чем отличается от стандартных мероприятий по выращиванию фруктовых растений. Полив Посаженное деревце требует регулярного полива, почва не должна засыхать. При этом следует избегать переувлажнения, в результате застоя воды могут подгнивать корни. Взрослое дерево поливает по мере необходимости подкормки. Весной абрикос удобряют разведенным навозом с злой либо аммиачной и калийной селитрой. Летом азотные удобрения заменяют на фосфорно-калины. Осенью следует вновь внести органические удобрения в небольшие углубления вокруг дерева обрезка. Для увеличения количества сформированных плодов и их эффективного роста проводится регулярная обрезка веток. Постепенно формируется до восьми основных веток с молодыми отростками, которые плодоносят. Кроне придается округлая форма. Весной удаляются ветки старше трех лет, они не плодоносят, сухие и подмерзшие ростки. Подготовка к зимнему периоду заключается в разрыхлении и удобрении почвы профилактической обработки инсектицидом. Ствол окутывается лапником, сверху – нетканым материалом, борьба с болезнями и вредителями. Абрикос россиянин может подвергаться как комикозу, манилиозу, клестероспориозу, цитоспорозу. Для профилактики можно использовать бордосскую жидкость, обрабатывать препаратами Харус или Фундазур. Вредителями абрикос поражается очень редко. Недостатки и достоинства сорта. К положительным качествам сорта россиянин относятся урожайность, выносливость к погодным условиям, невысокая требовательность к почве, устойчивость к болезням и вредителям, скороплодность, самоплодность, отличные вкусовые качества. Важно, к незначительным минусам можно отнести непригодность плодов к переработке и достаточно кропотливый уход. Абрикос россиянин – один из немногих сортов, способных хорошо расти и плодоносить в суровых климатических условиях. Несмотря на то, что растение требует постоянного внимания и ухода, результат не разочарует никого. Изучив особенности выращивания данной культуры и приложив усилия, можно получить замечательные солнечные плоды с ароматом и вкусом. Лето